Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня вопрос про отношения с братом, у нас недавно умерла мама. Я приезжала на похороны с мужем, пробыла там неделю. Все похоронные процедуры оплатил брат, после того, как я уехал обратно домой, брат мне высказал претензию, что он не ожидал, что я так поступлю. А именно, уеду домой, вместо того, чтобы сидеть со старенькой бабушкой, пойду на рабочий корпоратив, чтобы как-то отвлечься от тяжелых мыслей. И еще много неприятных вещей наговорил. Я уехала, потому что мне морально было тяжело находиться в квартире, где жила мама. И как теперь относиться к словам брата, который считает меня сволочью, что я его бросила в тяжелое время? Мне тоже тяжело, а тут еще и брат добавил ложку дегтя. Подскажите, как быть в такой ситуации? Ну, перво-наперво, примите мои сболезнования относительно вашей утраты, вот. Я думаю, что уход мамы на самом деле тяжело переживаться как вами, так и братом, вот. И каждый справляется с вызовом потери по-своему. Вы, например, тем, что пошли на корпоратив, а брат ваш тем, что, ну, по сути, предляет обвинение. По сути. Ну, как бы говорить о том, да, кто в этой ситуации прав, кто в этой ситуации виноват, на мой взгляд, не совсем корректно, потому что понятно, что тяжело всем, и вам, и вашему брату, тоже тяжело. Вот. Я думаю, что первым шагом будет признать, что вы как-то, ну, обрагиваете, что ли, свою маму, вот. Потому что есть у меня такое ощущение, как будто бы вы немножечко сбегаете от этого. То есть вам тяжело, вам тяжело, вы хотите от этого уйти. Вот. Но, на мой взгляд, уйти от этого невозможно. И испытывать боль, например, которую, ну, допустим, вот, чувствуете вы, ну, это совершенно нормально. Только, ну, не бежать от нее, да, а признать. А, вот, признать, что больно, что переживаете вы, вот. Что, ну, условно говоря, страдаете вы. От того, что происходит. Это, это нормально. Нормально, что... Что вам, что вам тяжело, что вам больно. Я бы смотрел в сторону того, чтобы, ну, позволить себе поплакать, позволить себе болеть, если болит. Собственно, позволить себе переживать то, что вы переживаете. На мой взгляд, это более, чем адекватная история и более, чем адекватная позиция. Вот, ну, если как-то сложно самой, да, это сделать, то... Психолог вам может в этом плане помочь. Вот, конечно же. Давайте подумаем, в каких отношениях вы находились с братом. Было ли у вас... ...взаимопонимание? ...взаимопонимание? Понимали ли вы... ...друг друга? Было ли у вас доверие? Доверяли ли вы друг другу? Почему я об этом... ...почему я об этом спрашиваю? ...потому что... ...то, что вы описываете, да, вот, несколько... ...похоже на... ...позицию на поведение людей, которые не очень хорошо... ...чувствуют друг друга. ...к сожалению. ... ...и... ...эм... ...эм... ...задав себе такой вопрос, вы можете... ...увидеть, а можно ли... ...или нельзя было... ...нельзя было... ...предвидеть... ...такое поведение брата. ... ...свойственно ли оно для него или нет? ...эм... ...эм... ...ну вот... ...эм... ...например... ...на мой взгляд... ...как... ...как мне показалось... ...вашему брату такое скорее не свойственно... ...чем свой... ...чем свойственно. ... ...ну мне так... ...показалось... ...исходя из вашего... ...текста, исходя из вашего... ...эм... ...сообщения... ...вот... ...вы же приняли это на свой счет. Из-за чего? ...как так получилось... ...что вы приняли это на свой счет? ...ну... ...на мой взгляд... ...ответ довольно простой здесь... ...вы... ...и так... ...вы... ...уже... ...чувствовали вину... ...скорее всего... ...перед... ...бабушкой... ...вот... ...вам было больно, тяжело наверное... ...даже не наверное, а скорее всего было тяжело... ...как-то оставлять ее... ...и... ...брат просто... ...показал вам... ...продемонстрировал... ...то о чем вы... ...думали сами... ...но... ...бежали... ...ну и конечно... ...конечно... ...конечно вас это было сделало... ...то есть... ...я это называю... ...знаете как... ...эм... ...чувство краткое... ...когда... ...нам чего-то хочется, да... ...но мы как бы... ...полу... ...полулегально... ...как будто бы... ...к этому... ...прикас... ...прикасаемся... ...вот... ...таким образом... ...ваша... ...проблема на мой взгляд заключается в том, что... ...вы... ...эм... ...не признаетесь... ...эм... ...ну... ...себе... ...вы не признаете себе в... ...своих... ...чувствах... ...своих желаниях... ...в том, что вам бы может быть... ...хотелось бы... ...действовать по-другому... ...в том, что вам может быть... ...хочется... ...действовать совсем не так... ...как вы должны или... ...как говорит брат... ...и это в принципе нормально, это более чем нормально... ...просто вам... просто вам нужно это признать... ...и сказать об этом брату... ...а... ...брат видимо почувствовал, что... ...вы этого как бы стыдитесь... ...вот... ...он почувствовал, что вроде как вы... ...пытаетесь это скрыть... ...эм... ...представить все... ...так как будто... ...все по-другому... ...вот... ...ну не так, да... ...и... ...поскольку он... ...скорее всего хочет... ...того же, что и вы... ...вот... ...но себе не позволяет этого... ...что у него к вам... ...по сути просто... ...такая вот зависть... ...получается... ...ну да... ...да... ...хорошего в этом мало... ...спору нет... ...то, что у вас... ...то, что у вас брат делает это не очень... ...не очень... ...хорошо... ...не очень... ...не очень полезно... ...не очень правильно... ...но я думаю, что вы не будете спорить... ...с тем... ...что вы оба находитесь сейчас... ...в таком положении, когда... ...последнее, о чем ты думаешь... ...это о том, что вы подправили... ...есть ощущение, что вам не хватает... ...поддержки в этой ситуации... ...есть ощущение, что вам не хватает... ...мм... ...мм... ...как-то вот... ...мм... ...опоры... ...в эту ситуацию... ...вот... ...ну... ...по крайней мере, у меня такое чувство возникло... ...что вам не хватает опоры... ...и... ...ы... ...вот... ...вот... ...эээ... ...вам нужно... ...опять же признаться себе в том, что эта опора вам нужна... ...чтобы с нее вам тяжело... Ну, потому что, извините, извините, недавно вы потеряли близкого человека, ну вот, и нормально испытывать переживания такие, и для брата нормально испытывать переживания, вот, поэтому чем быстрее вы в этой ситуации начнете как-то обращаться со своей болью, которая у вас есть, тем для вас будет лучше, вот, конечно, отдельным вопросом здесь идет то, вот, вы спрашиваете, как быть в этой ситуации, да, да, вот, должен спросить вас, в свою очередь, как быть, чтобы что, какая цель, какая цель, переделать, поменять своего брата, вряд ли получится, болезненно спросить, да, это, это вполне реально, вот, но работать здесь необходимо с травмой, вот, то есть именно с травмой потери близкого, ну, близкого человека, вот, это несколько этапов, несколько стадий, с которыми вы, ну, будете сталкиваться и последовательно проживать, это определенная работа. На что бы я обратил внимание здесь? Я бы обратил, наверное, внимание на то, что если вы чувствуете в себе ресурс, можно просто, вот, всю свою гамму чувств, значит, попробовать предать брату, сказать ему об этом, а там все вы чувствуете, возможно, он ощущает себя так же, как вы, просто сказать не может. вот, вам будет легче, вот, как-то так, на этом все, надеюсь, что он помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok